здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков в прошлый раз мы начали разговор о подростках с подростками и мы анонсировали сразу что этот разговор будет не единичный у нас предстоит великий антропологический эксперимент мы посмотрим как подростки смотрят на мир взрослых мы посмотрим о том как подростки мыслить себе жизнь и в то же время это нас приблизит может быть к пониманию текста священного писания которых где христос говорит будьте как дети имеется ввиду не трехлетний не четырехлетний в целом будьте как дети что это означает может быть в том числе смотреть как дети на этот мир а может быть нам необходимо в нам взрослым услышать как эти дети на мир смотрят сегодня у нас в студии учащиеся детского епархиального образовательного центра руководитель которого был в прошлый раз отец для не селевин это маша и это лиза который уже по прошлой передаче наши зрители помнят и знают мы с вами договорились что мы сегодня поговорим про дружбу в связи с чем связи с тем что незадолго до нашей сегодняшней встречи мы в этой студии с очень взрослым философом говорили о том что такое что такое имеет ввиду христос когда он говорит вы друзья мои то есть он поворачивается на тайной вечере к людям своим ученикам к 12 избранным и говорит раб не знает что делает господин а вы мне не рабы вы мне друзья и и нет больше той любви как если кто душу свою положит за друзей своих вы друзья мои и мы очень долго именно с философом со взрослым человеком обсуждали тему что такое друг для бога что такое дружить дружба с богом ну а сегодня мы просто поговорим о дружбе как вы ее себе видите тем более лиза в прошлой передаче обозначил очень интересный аспект что оказывается подросток ждет от родителя что он будет другом и мы не договорили время передачи закончилось ощущение было что мы оборвали на полусловие и что лизе есть еще что сказать этому взрослому миру ну а машу мы сегодня подключим к этому разговору здравствуйте дорогие девушки во первых а то что то по моему я не поздоровался лиз да лиз давайте вот с вашего вот мостик перебросим замечание про то что чего вы ждете от родителей как от друзей а потом мы в целом поговорим о пространстве дружбы кто такой друг вообще для вас ну начнем с того начнем с понятия что такое друг и друг это по крайней мере для меня это человек на которого я могу положиться которому я могу со стопроцентной уверенностью доверять тот который не бросит меня умирать конечно громко сказано но это важно и как раз в дружбе очень важно важно взаимоуважение это как раз то что я пыталась донести нашей прошлой программе или как это лучше сказать передача передача это взаимоуважение и очень важно дружить но при этом понимать и уважать друг друга вот мы когда говорили про дружбу со христом наверное когда христос говорит что вы друзья мои мы в том числе обсуждали тему того что легко скатиться в такое понебратство ну в общем то что делают наши братья протестанты они очень христа называют дружище христос и это какое-то такое понебратство когда ты можешь похлопать по плечу бога сказать братан там дружище там есть замечательный очень богохульный но очень смешной фильм догма где это обыгрывается как раз эта тема вот не будет ли понебратство такого по отношению к родителям маш вот как вам кажется для вас вы в описании дружбы могли бы что-то новое внести кто для вас такой друг для меня друг скорее человек с которым можно общаться на любые темы даже если ты например одно любишь больше а это другой это хоть немножко разное но при этом вы как-то пытаетесь вместе это все объединить чтобы и не тот другой не обиделся но при этом можно типа и подшучивать на другим типа нельзя не можно быть неформальным можно да его оскорблять но и ты будешь оскорблять это как бы дружеские отношения которые вообще никак не сопровождаются там обиды злостью чтобы прям это все было не знак как объяснить там по семейному можно сказать но при этом и чтобы было вот если говорить про понебратство что не вне будет ли скатываться ребенок который называет его родителя другом вот такое понебратство как кажется нет ну конечно отношения с родителями со своими сверстниками определенно нужно разделять потому что родители это все-таки человек которого нужно уважать тогда это разная дружба вот я сейчас это пытаюсь вам и донести то что это разная дружба но при этом это все называется одним словом то есть понебратство может быть как раз вот с друзьями с приятелями с одноклассниками с однокурсниками а вот как раз эта дружба основана на взаимоуважении взаимопонимании но при этом не скатывающиеся к понебратству это как раз та дружба которая бы мне кажется хотелось видеть между родителем и подростком. А вот вы обе, у вас есть, естественно, друзья. Нет друзей, Маш? Нету? У меня была подруга, она такая, общение, больше ничего ближе. У меня только приятеля, можно сказать. Прям друга нет. А, то есть вот вы еще одно слово привнесли в контекст нашего разговора, есть приятель. Да. То есть есть знакомый, есть друг, есть приятель. Окей. У меня скорее есть приятель, которого я боюсь назвать другом, чтобы он наоборот, типа, такой, не-не-не-не, ничего больше. Только общаемся. А что больше? Что больше приятельских отношений? Больше приятельских, наверное, когда ты можешь человека выслушать, и он выслушает, и при этом он не будет, типа, вести да-да-да, он может рассказать свое мнение по поводу этого, и плевать, что типа, оно плохое, зло, а чтобы главное было свое мнение, насколько это может быть плохо, насколько ты неправ, и ты должен это принять, а не начинать, типа, вот, не-не-не-не-не, вот, мое мне на самом деле лучше, почему ты меня не поддерживаешь, почему ты это? То есть приятель такой... Да, он будет, ну, я с приятелями максимально так добрым, можно сказать, типа, я под них подстраиваю, чтобы им было более комфортно, можно сказать. А с друзьями, наверное, хорошо бы, если бы мы оба друг подругу подстраивались, или бы наоборот, просто друг друга принимали. У меня нет пока таких людей. Интересно. Вот я в связи с чем хотел спросить, задать вот вопрос. У Лизы, ну, хорошо, у Маши пока нет друзей, есть приятели. Но, кстати говоря, Маша при описании дружбы косвенно коснулась того, о чем я хочу спросить. Вы допускаете, разрешаете, понебратству в свой адрес по отношению, со стороны своих как раз друзей? Нет, у меня есть определенный круг людей. Это три девушки, с которыми я прекрасно общаюсь. И вот как раз с ними я бы сказала, что у меня есть понебратство, потому что мы с ними дружим уж в течение 10-11 лет, и я знаю их буквально с пеленок, и мы прям как четыре сестры, я их знаю прекрасно. И мне кажется, только с этими девушками я могу себя чувствовать спокойно, раскованно, и мне кажется, только они знают мою полную личность, то есть какая я есть на самом деле. Но при других людях, также с приятелями, со знакомыми, с одноклассниками, я, конечно, придерживаюсь таких дружеских отношений, ни с кем не ссорюсь, но это не те люди, которым я могла бы доверять. Мне вообще трудно доверять в плане людям, которые непроверенные. А если бы я вам предложил на выбор, как бы вы, что бы вы выбрали, какая постановка вопроса более правильная, кто мне друг или кому я друг? Кому я друг? Возможно, это бы прозвучало эгоистично, но... Это прозвучит эгоистично. Так. Но, смотрите, нужно разделять понятия, даже если опираясь от той точки зрения, то, что, представим, сейчас война, сейчас все плохо... Спецоперация. Спецоперация, да. Например, это просто мой пример. Так. И я иду в разведку с человеком, которого я считаю другом. в моих глазах, я, возможно, смотрю на него в розовых очках, в моих глазах он выглядит идеальным. А на деле он может совершить просто необратимый поступок против меня или, допустим, моих друзей или родственников. И это может разбить мне сердце. А вот тот, кому я друг, я отношусь к дружбе очень сильно ответственно, и для меня это очень важно, так что я не допускаю со своей стороны какого-то обмана или предательства. И тот, кому я друг, я могла бы больше доверять. Именно такого человека я бы назвала своим другом. Маш, а вы? Какую формулировку вы бы выбрали? Кому я друг или кто мне друг? Кому мы друзья. Кому мы друзья. Ну, в смысле, кому я подруга, да, получается так? Ну, я не могу выбрать, потому что разные обстоятельства по-разному, потому что, может быть, кому я друг, это как я отношусь к другим, а кто мне друзья, это, получается, какие именно люди мне нравятся. Это очень такой непонятный вопрос, потому что они, наверное, оба подходят под меня, потому что нельзя выбрать что-то одно. Это и одно, и другое, и, возможно, целое, потому что... Я не ради праздного любопытства задаю этот вопрос, потому что, мне кажется, это определенная мировоззренческая такая позиция. Если я выступаю, ну, как бы, актором, то есть главным действующим лицом, то первый главный вопрос, который я могу задать к зоне своей ответственности, это кому я друг? Кого бы я назвал своим другом? Я. Вот. Вернее, сейчас я путаюсь, да, кого бы я назвал своим другом? То есть, кто мне друг? Потому что, например, мы можем сидеть вот с вами, да, сколько бы я бы вам не добивался в друзья, назвать меня своим другом в конечном итоге это ваша зона ответственности, и я на нее никак не могу повлиять. Если я не нравлюсь, не симпатичен, там, не знаю, Очень симпатичен. Чушь по... Спасибо, Маша. Не надо себя с вами не чужать. Чушь по мировоззрению, вот, и так далее, то, что бы я ни делал, вы меня никогда не назовете другом. Но я могу назвать вас друзьями, например, да, то есть я сказал, и это зона моей ответственности, можно на меня как угодно влиять, но, например, от Лизы, от Маши, как от друзей, я уже не отрекусь. Почему это важно? Потому что это нас как раз к Евангелию, вы как Евангелие-то вообще читаете? Нет? Очень давно. Очень давно. Но я думаю, что вы фразу из Нагорной проповеди хорошо знаете, да, что не называйте никого врагом. Потому что это как раз то же самое. То есть я могу назвать другом Лизу, а могу назвать ее врагом. И когда я назвал ее врагом, я ее для себя обозначил, ярлык нацепил, от себя отодвинул на вытянутую руку вот то, что Машу очень пугает в отношениях. Я, кстати говоря, разглядел этот страх. Страшно дружить? Да. Страшно назвать кого-то другом? Очень. А почему? Почему, Маша? Ну, вот ты, например, с каким-то человеком дружишь очень долго, 8 лет. И типа вы считаете друг друга и тут такой мне не нужна дружба, я в учебу, а ты как угодно. И типа ты такой что? А как же это? У тебя все падает, ты специально говоришь типа все нормально, а у тебя все падает. И типа ты такой а как же я, а мы же дружили, а типа и как теперь жить? И ты в полном неведании, не зная, что будет дальше, как теперь это, не знаю, сообщников, как это сказать, искать. И типа... Ну, согласитесь, Лиз, Маш, если вот так рассуждать, ну вот по этой логике, что страшно кого-то назвать другом, страшно потом назвать кого-то любимым человеком молодым, страшно потом назвать, не знаю, кого-то своим, не знаю, единомышленником, то мы можем остаться как премудрые пескари. Знаете, наверное, этот рассказ про премудрого пескаря, который очень боялся выйти из своей норки, потому что всего боялся, кто там хищная рыба проявил. Поэтому я буду лучше оставаться вот в своей вот этой вот... Комовке. Да, коконе, в своем непроницаемой своей пещерке и так далее. Я не говорила, что я... Хоть я этого опасаюсь, но я не говорю, что я от этого далеко держусь, я все равно пытаюсь дружить, все такое. Мне это страшно, но я борюсь со страхом. То есть страшно предательство. Да. Предательство. Ну, как без этого, как потом жить, закрыться, вот это тоже не вариант потом. Ну вот мы с вами определились, что влиять на мнение другого о себе мы не можем. Если вдруг человек выбрал так, что мы ему не друзья, мы можем только развести руками. Тогда вопрос к Лизе и к Маше. А как сохранить дружбу именно с точки зрения вот вопроса к себе? Не вопросы к нему, что он там от меня отодвинулся, а вопросы к себе. Что вы делаете для того, чтобы дружбу поддерживать? Как вы формируете пространство дружбы? Что для вас являются принципами, которые вы не... ну, как бы не переступите никогда, чтобы эту дружбу не разрушить? Лиза. На самом деле, просто с бухты барахты ответить на этот вопрос достаточно трудно, потому что бывают абсолютно разные жизненные ситуации и абсолютно разные люди. Абсолютно разная степень дружбы и так далее. Но, как я уже выразила ранее... Вот с тремя своими подругами. Да, вот с тремя своими подругами. Слава Богу, последние несколько лет наша дружба никак свыше не проверяется, нам не даются никакие тьфу-тьфу-тьфу проблемы. Это очень по православному. Это очень по православному. Да. Стучать забыла. Тут нету дерева. А, о! Ну, так вот, я продолжу. Слава Богу, нет никаких с этим проблем. Но, как я уже сказала, то, что дружба зависит от обстоятельств и от людей. Но, касаясь меня и моего характера или моего мнения касательно дружбы, как раз очень важно выражать свое мнение с человеком. То есть, чтобы я знала, что думает он, и чтобы он знал, что думаю я. Чтобы мы не сидели, допустим, втроем или вчетвером, и лицемерили друг к другу, чтобы не создавалась какая-то определенная маска. Потому что, ну, дружба это фактически такие братские отношения в моем понятии. Ну, естественно, с друзьями. И очень важно, чтобы было какое-то определенное понятие друг друга между собой. Чтобы мы, каждый, могли видеть скрытое лицо друг друга, чтобы понять, ну, конечно, ничего ожидать, а чтобы просто было комфортно друг с другом. Маш, а вы? Вопрос был, какие принципы для Маши существуют, через которые она не переступит, чтобы не разрушить дружбу? Она не разрушит дружбу. Не тот другой, кто там учебу выбирает вместо дружбы. А вот лично для Маши что является принципом важнейшим? Мне это очень сложно ответить. Вот как сказали прям сразу практически нереально. Я просто человек, видимо, очень надоедливый, когда дружу. Мне обязательно что-то было рядом, что прям, можно сказать, от никакого личного пространства. Я тебя понимаю. Я очень тактильный человек. Я не могу жить без всяких объятий, прикосновений. И, ну, скорее уважать другого человека, слушаться, ну, прислушиваться к нему. И если какое-то недопонимание, обязательно разговаривать на эту тему. И даже если тому неприятное, это для дальнейшей дружбы прям обязательно. Елки, Маша, вот я прям здесь хочу прям поставить ну, такой тире, потому что мне кажется, это очень важно услышать сейчас современным взрослым. Мы обречены договариваться, мы обречены разговаривать, мы обречены искать точки единения и соприкосновения. Маша, вот может показаться, да, что разговор как будто бы вообще не касается веры, но вера это не только принятие, признание того, что Бог есть. Вера это умение доверять, вверять себя в его руки и доверять, вверять в его руки мы можем только тогда, когда мы определенную мировоззренческую позицию занимаем. И вот мне очень нравится, импонирует все то, что вы говорите, потому что это все в какой-то момент взрослый мир как будто бы вынес за скобки. Мы когда-то тоже думали и понимали, что друг это тот, с кем я разговариваю, и друг это тот, кто вполне имеет иную точку зрения, поэтому он называется друг другой, отличный, непохожий, инаковый, и общение возможно только с иным, инаковым, другим, потому что невозможно общаться Маше с Машей, но это была бы патология, или Лизе с Лизой, или отцу Сергию с отцом Сергием, это прямой путь на Нагорную, если человек слишком много разговаривает сам с собой. Шизофрения. Вот, ну как бы да, но при шизофрении там шизо, двойной ум, имеется в виду, что у меня есть какое-то мое второе альтер-эго, второй человек во мне с кем я разговариваю, а тут, когда я разговариваю сам с собой, это патология. Мы же все это когда-то понимали, мы, я имею в виду взрослые люди. Я бы очень хотел, чтобы вот сейчас взрослые, которые нас смотрят, и вы сами вот зафиксировались на этом и помнили о том, что мы обречены договариваться, когда вы станете взрослыми коллегами на работе, начальниками, может быть, когда вы станете женами, вот, когда вы станете родителями сами, что обречены договариваться. Мне кажется, я вот провокационный вопрос Лизе задал, в чем разница между дружбой с мамой, дружбой с Богом, дружбой с другим там, сверстником. Но ведь на самом деле дружба, она одна. И дружба с родителем, она предполагает ровно то же самое. Почему я ей задал уточняющий вопрос по поводу... Отличия же есть все равно. Типа. Ну... Причем даже сильные. Да, я согласую. Очень сильные. Я сейчас закончу свою мысль, а вы тогда зафиксируйтесь на своем выводе, что вы хотите уточнить. Просто я имею в виду, что когда у меня есть друг, ну вот отец Дионисий, допустим, да, сидящий на месте Маши в прошлый раз, допустим, друг. Но если отец Дионисий допустит в мой адрес панибратство такое, которое не просто похлопывание по плечу, мы с родителями тоже можем шутить и веселиться, и где-то там подтрунивать, и есть всегда четкая разница, где это по-доброму, а где это по-злому. Где это хамство и вот то самое панибратство, а значит, где есть личностное оскорбление, а где это просто действительно шутка, когда мы вместе смеемся, и в этот момент мы как будто бы действительно становимся на равных, и это дружба. И я думаю, что именно поэтому я задавал вопрос, что вы никогда не допустите панибратства такого хамского с переходом на личности даже своим друзьям, тем, с кем вы там учитесь вместе, сидите за одной партой, играете в одной группе, ходите в один детский центр. Взаимоуважение, о котором вы много раз сказали, конечно, основа этой самой дружбы. Вот, и поэтому дружба, вот на мой взгляд, она как раз, она и с Богом в этом. То есть, когда Господь говорит, я, то есть, кстати говоря, тоже интересно, что Он сказал не то, что я друг вам, потому что это было бы насилие над свободой этих учеников. Они тебя могут вполне своим другом не считать. А Он говорит, вы друзья мне, кто я для вас, не столь важно для меня. Для меня важно, что вы мне друзья, я вам, что каждый из вас для меня ценен и дорог. И вот, когда он говорит о том, что вы мне друзья, это означает лишь то, что он готов именно выходить на эти отношения. Он никогда не наступит на больную мозоль. Знаешь, например, допустим, это тараканы в голове для Маши, да, что там, ну, например, я не знаю, ну, такой таракан, что Маша не любит, когда шутит над ее внешним образом. Ну, допустим, не нравится, когда, отвешивают какой-то комментарий в адрес, например, ее, не знаю, какой-нибудь кофты или еще чего-то. Ну, никто бы на это не обратил внимания, а Маша обратила. И если я знаю, что для Маши, например, это больно, то я не буду давить на эту больную мозоль. Это принцип дружбы. Согласны? А теперь вот то, что вы хотели со мной поспорить, что это все-таки разная дружба. Конечно. И то, что вы сейчас описали, как раз то, что личностное оскорбление или какие-то недобрые подтрунивания, я уже не могу назвать такие отношения дружбой. Это уже не дружба, далеко не дружба. Родители позволяют себе такое? Да. Было дело, мы ехали в Сызрень с хором. И что-то мама, видимо, увлеклась, и она начала шутить, типа, не думай, тебе это, тебе будет сложно, не думай, все такое. Мне было обидно, но смешно, и мне очень понравилось отношение. Я очень ждала, чтобы, мам, чтобы это продолжалось, эти шутки. Но потом, как только я захотела что-то сама сделать, шутки перестали, она начала серьезничать, и мне это не очень понравилось. И вот как раз-таки вы про кофту насчет внешности. насчет кофты подвесим чуть-чуть. А вы маме это говорите вообще? Вот вы родителям говорите, что, мам, вот когда ты тогда шутила, было круто. Вот давай ты вот без вот этого вот занудства, да, не надо гундосить занудным образом истину, да, ну, допустим, я понимаю, что маме мы так не скажем, но я имею в виду месседж, послание. Мам, перестань гундосить. Ну, мам, сейчас скажу, что батюшка научил плохому. Это неправда, это не докажется. Я про то, что вы вообще, вот к вопросу о том, что обречены договариваться, вы замечательно произнесли, сказали, а вы с родителями осознаете эту обреченность договариваться? Вы с ними договариваетесь? Или, скажем, в какой-то момент уловив общее отношение, окей, комната, дверь, плеер в уши, музыка и так далее? Хотелось бы так, как вы сказали. Нет, я постоянно договариваюсь, но родители это часто воспринимают не как, типа, отстание своей точки зрения, а то, что я с ними специально спорю и пытаюсь, что-то это, я... Ну, бывают же ситуации, когда у родителей разногласий, и когда ты пытаешь, типа, сказать свою точку зрения, почему именно я так читаю, почему именно я так хочу, они сразу скажут, что это какой-то наглёж, что я специально спорю, что я что-то это, говорю не так, как они хотят, и всё. Каким пониманием Лиза хотят головой. Это проблема всех, это очень сложно договариваться, когда родители пытаются, они не слушают, они, типа, такие, ой, да ладно, что ты говоришь? Вот я говорю, что именно так надо, что именно одевать нужно, и я только... Да, про кофту, да, про кофту я забыл, подвесил, вы что-то хотели сказать, я во что-то попал, да? Да. Оверсайз не наша тема. Я православный панк, я хочу одеваться, как хочу. Родители это не воспринимают, и мне не очень нравится, что они, можно сказать, очень зависят от чужого мнения, они воспринимают это всё очень близко, и типа, на тебя посмотрю, как на ней так, как это, она одета, как на ней так, родители точно очень плохо от неё относятся, у них нет денег, они бедные, они очень плохие. СССРовское воспитание. Да. Какое? СССРовское. ССССРовское. Как именно подумают, вот мне это ужасно. А вот вопрос, если мы осознаём, что это, скажем, ну, как вы это называете, СССРовское воспитание. Да. Господи помилуй, сколько вашим родителям лет? Маме 40, папе 42. Ужас, мне 37, я чувствую, хотя я в СССР прожил, сколько там, 5 лет. Вот. Ну ладно, окей, СССРовское воспитание. Когда я понимаю, что, например, вот это изъян воспитания, не означает, не вызов ли это ко мне в том смысле, что я должен быть снисходителен? Если я понимаю, что... Нет. Нет? Вы хотели бы, Маш, чтобы к вам, к вашей, ну, к вашим тараканам относились снисходителен? Не сразу тапком лупили? Хотелось бы, конечно, но это все же какое-то сдерживание, потому что если бы не разрешили ходить, я понимаю, что это на самом деле хорошо, когда родители более сдерживают ребенка, а не разрешают, но типа, хотя бы вот в этом маленьком количестве. Потому что, если разрешить, то, не знаю, я там буду ходить хоть в... в... не очень чисто и... новой одежде, но это все же очень важно и у каждого родителя свое мнение, свое воспитание детей и ни в коем случае нельзя типа им перечить. Да, надо договариваться, но надо все-таки понимать родителей сначала, а потом уже пытаться что-то сделать и понять, почему именно они так делают, а потом уже с ними договариваться. Это звучит как лозунг, Маша сама себе противоречит. С одной стороны, надо понимать родителей, да, надо договариваться, надо... мы обречены, нужно понимать родителей, с другой стороны, вы нас не поймете, вот там и так далее. Это же им и я, это надо договариваться, типа, есть и одно, и другое, и типа, либо одно перевести, либо другое нужно, это очень, можно сказать, хрупкий такой баланс. Нам как раз очень жаль, то, что нас родители не понимают. Мы в глубине души. Каждый подросток хочет, чтобы родители их понял. Но мы понимаем, то, что не все родители могут себе позволить, потому что, вот, как вы уже спрашивали ранее, вот, у меня есть определенные для себя правила воспитания своих детей, как бы я хотела их воспитывать. И это, не знаю, мой мини-внутренний списочек. Вот, у тебя есть определенный свой внутренний списочек правил, с которыми ты бы хотел воспитывать своих детей. Очень много людей в мире, и у каждого есть такой список, списочек. Как вы думаете, у родителей есть такой списочек? Они уже его всего выполнили, наверное. Поэтому больше нет, она все вычеркнута. Господи, это заблуждение, Маша. Я отвечу за ваших родителей и за весь взрослый мир. Это стереотип и это заблуждение. У нас у всех есть списочки. И, мне кажется, может быть, главным итогом сегодняшней нашей встречи, потому что время подходит к концу, умение разглядеть, что родители тоже со списочками. И иногда они очень разочарованно заглядывают в этот списочек. Иногда они не находят галочки напротив самых важных пунктов. Если мы поймем, что рядом со мной, пусть взрослый, пусть СССРовского воспитания человек, но на самом деле где-то внутри него сидит такой же подросток с этим внутренним списочком и галочки стоят не везде, появится шанс у ваших родителей, что вы их поймете и перестанете чего-то требовать от них. Друзья мои, спасибо огромное. Вам спасибо. Передачу можно записать, наговорить, встречу можно сделать еще огромное количество. Я буду рад вас видеть в гостях в студии, потому что с вами интересно. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий раз очередные подростки и тема будет душетрепещущей. Тема будет о Христе как о победителе смерти. Мы поговорим о том, как вообще подростки смотрят на смертность, конечность собственную и людей вокруг. Будет, наверное, сложно и, думаю, именно поэтому интересно. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова